Всем привет, я Евгений Замятин и молодая и юная немецкая овчарка по кличке Дум, он же Альбатера Вилла. Это видео про овчарку. Только про собаку, про нюансы, особенности, лайфхаки, про нашего Думчика. Я знаю, что многие и многие из вас, уважаемые подписчики моего канала, ну и ты, новый зритель моего канала, ждете видео только про собаку. Итак, лето. Мы далеко-далеко с Думчиком уехали, чтобы подышать свежим воздухом. И этот подарок природы, это настолько счастливый день, приятный день. Счастливый, потому что мы с частью этого богатства, да? И теперь Думчик, вот он у нас Думчик. У него синенький тазичек с водичкой. Думчик здесь в тени, и почему в тени? Потому что жарко, плюс 29 и лето. И вот он, Думчик. Думчику один год и пять месяцев. Мы пока еще юниоры. И вот этот вот юниор, друзья мои, вот как раз таких вот год и шесть месяцев, когда ему, он набрался уже столько сил, энергии, ума. А вон вороны летают. Дум, с тобой вороны, между прочим, могли бы и разговаривать. Вот, вот видите, видите, вот такой, вот какой Думчик. Только про тебя сегодня видео. Только про тебя, потому что ты у меня еще юниор, но уже скоро совсем станешь взрослый, молодой, но взрослой собакой. А пока юниорчик. Ну посмотрите, ребят, ну какой это, девчонки и ребята, какой это же это юниор. Ты что, с ума сошел? Это просто, если взять, вот собрать всю энергетику Дума и представить ее как-то образно, я бы назвал это взрывом, или как, вулканической энергией. Вот, отлично, вулканическая энергия у собаки. Да ладно! Опять же, давайте обращать внимание теперь про наши лайфхаки. Я уже говорил, что вот такие карабины можно купить в магазине, где продаются всякие снасти и веревки для тех, кто ходит в горы. То есть, скалолазы, альпинисты. Но, вот эта веревка альпинистическая, и вот этот карабин, и вот этот вертлюжок, это замечательное приспособление, поводок. Вот этот поводок, который сейчас лежит на земле, длиной 6 метров. И помните, я вам однажды лайфхаб говорил, и сейчас еще раз повторяю, смотрите, петля для руки, вот, ну Дум, понятно, Дум думает, что он еще поможет нам еще своим. Видите, сколько энергетики, сколько он, он говорит, я сейчас помогу вам, смотрите, смотрите, помогу, и Дум помогает. Это только кажется невероятно. Помогаешь, да Думчик, да ты умница, ну только это, ты так можешь порвать, хотя она вряд ли порвет, но все равно, зачем грызть веревку Дум? Дум, фу. Все, видите, по команде фу, фу, собака должна прекратить это действие. И все, вот такой карабинчик, получается удавка, вы за любое дерево, за любой столбик привязали, и у вас 6 метров, и не надо бегать и искать что-то. Вот, Дум теперь вам показывает березовую рощу. Он говорит, посмотрите, ребята, это моя березовая роща, любимая. В своих комментариях, ребята, вы задаете очень много вопросов, и вопросов, которые, вопросы эти, вернее, они касаются всех нас, всех, кто любит и заботится, и ухаживает за нашими собаками любых пород. Ну, почему-то, опять, вот тоже, то ли это наивность какая-то у вас, ребят, то ли что, но вы прям такие вопросы иногда зададите, что я сижу и думаю, ну как мне ответят на этот вопрос. Например, вот еще один вопрос, который не, ну, не равнодушным оставил, не то, что от меня одного, а еще и наших подписчиков. Поэтому я этот вопрос уже выношу на общее обсуждение, как бы акцентирую свое внимание. Итак, вопрос. Какую собаку лучше держать для охраны дома? Немецкую овчарку, либо восточно-европейскую овчарку? Вот этого вот орла, либо восточика, лучше держать для охраны дома. Ну, друзья мои, ну вот посмотрите, во-первых, немецкая овчарка. Если вы, у вас это первая собака, вы просто не понимаете, что это за зверь. Это настоящее, не знаю, это произведение искусства и гордость. Это так человек подумал, чтобы вот такую вот породу собак взять и как-то вывезти. Я ума не приложу, как удалось вывезти немецкую овчарку. Это же, ну, допустим, собака пасла, ну, как овчарка, да, овчарки пасут, кого? Овец, да. И вот собака пасла овец, и что из нее сделать идеального, служебную, с мощной грудью, с брутальной пастью взрывного, ну, такой вулканического силы и ловкости. Ладно, неплохо. Ой, бароны как раскаркались. Тут, наверное, их детишки. А, дома. Итак, вернемся к ответу на вопрос, а потом продолжим про немецкую овчарку. Хотя это ведь тоже ответ на вопрос. Я почему про немецкую овчарку акцентирую внимание? Вот у нас есть друг, он... Вот они, вороны. Вот они, вот. Вообще не боятся никого, не людей. Да потому что мы в медежьем углу, и что им нас боятся? Вот так. Посмотрите, какой цветочек. Это же кто? Шиповник, что ли? Шиповник, думчик. И ты понюхал шиповник. Тебе тоже нравится шиповник, да? Нет? А почему? А почему? А потому что у собак белково-энергетический обмен, а не углеводный энергетический. Ну, вот дум куда-то побежал. Нет, главное бегает, как будто знает, что тут находится. И прям целено-правильно бежит. Так вот, у думчика есть друг. Это восточноевропейская овчарка по кличке Ральф. Ральф замечательная собака. И Ральф конкретно, и породы восточноевропейская овчарка, крутая порода. И Ральф непосредственно, он хорошая собака. Очень сильный. У него мощь, наверное, у Ральфа. Наверное, может сравниться только с Догом. Потому что там такое, ну, просто тело. Он из думчика раза в полтора крупнее, этот Ральф. Да, думчик? Да что ты мой. И вот они с думчиком дружат с чернячьего возраста. Ну, когда вот можно уже быть хозяевом и щенков. Вот, что Ральф в три месяца появился на площадке, на прогулочной площадке. Что думчик в свое время в три месяца появился. И вот они так. Ну, дум на месяц старше. Однако, даже младше думчика на месяц, восточноевропейская овчарка выглядит, то есть внешний вид у этой собаки, это гораздо крупнее. То есть, если за думом, вообще за любой немецкой овчаркой, на мой взгляд, тянется целая аура находится его предков. То есть, тех собак, которые сложили авторитет этой породы. То есть, это его бабушки, прабабушки, прапрабабушки, дедушки. Они все, которые воевали, служили в полиции, в армии, в аэропортах и на вокзалах искали. И до сих пор ищут всевозможные нехорошие предметы и вещества. Помогают нам жить, в том числе и с поводырями. Вот это поворот! То есть, перечислять роль собаки и то, что собака делает для человека, это можно долго. И смысл сегодняшнего видео не в этом. А смысл, например, объяснить, какая собака лучше будет охранять дом. Обе будут лучше охранять дом, но немецкой овчарке, это вулкан. Ей надо бегать, искать, следить, вынюхивать. А вот восточноевропейская, как раз она крупная, она тоже может бегать, искать и вынюхивать. Но все-таки, друзья мои, немецкая овчарка, если сравнить ее с восточноевропейской овчаркой, она ловчее. Да, она поминиатюрнее, но как вам еще объяснить миниатюрность немецкой овчарки? Это просто, ну, язык мне не повернется. Мощная, сильная собака. Но вот восточноевропейская овчарка, она все-таки своим внешним видом, вот именно визуально, крупнее. И может быть от этого больше страху наведет и ужаса на прохожих, которые вдруг замыслят проникнуть на охраняемую территорию. Поэтому, друг мой, вот они обе, обе собаки эти заточены для того, чтобы служить и охранять. Однако, все эти вот я вам вещи говорю, отвечаю на этот вопрос подробно, все-таки я акцентирую, и я согласен с моей подписчицей. Она прям удивленно сказала, как это, типа, немецкую овчарку на цепь? Да про цепь никто не говорит, я сам против. И вообще на цепь и дом охраняют в деревнях дворняшки прекрасно. Все-таки у немецкой овчарки, у восточноевропейской овчарки несколько другая цель в жизни, у породы. Понимаете? Я думаю, что вы меня четко понимаете. Ты ответь, кстати, в комментариях, друг мой. Как ты считаешь, вот собака для тебя друг или может быть другое какое-то слово? Вот я говорю, вот я уже знаю мой ответ, что я не могу сказать, что собака это друг. Ты другом не можешь сказать, друг, сидеть, друг там. Ну, другу такой, сидеть, лежать ко мне, да? А вот помощник, как вот и есть, соратник. Соратник и помощник. Вот твоя собака вот такая. И как ты соратника и помощника на цепь посадишь, чтобы он дом, что ли, лаял и охранял от чужих людей? Нет. Дом лучше всего будет охранять другая порода, у которой предназначено быть счастливой и охранять дом. Гениально. Не такая быстрая, не такая мощная, не такая, не с таким аппаратом носа, не с таким интеллектом. Почему говорю про интеллект? Да потому что немецкая овчарка, хоть там и разные исследователи пытаются какие-то другие породы внушить людям, что вот самая интеллектуальная и, допустим, говорят какой-нибудь там бордер. Ну, я ничего против не имею других пород. Но в плане того, что и почему я всегда, у меня немецкие овчарки и думчик, я все-таки убежден, что немецкая овчарка, это высокоинтеллектуальная вот для собаки порода. То есть это порода, которая способна. Ты не знаешь, друг? Давай теперь вот тебе тоже новая информация, она должна быть очень интересна и полезна. Собака, немецкая овчарка в частности, это наши русские кинологи изучали. Она к 3-4 годам, она уже знает, ну давай возьмем с запасом, к 5 годам, да? Вот, это немецкая овчарка знает. 200 слов на русском языке. До 80 команд понимает 80. Не 8, а 80. И 20 простых предложений, понимает. Это из практики моей жизни. Даже будь ты ученый еще кто-нибудь и такой авторитетный человек, и будешь мне возражать, я со всей добротой сердца скажу тебе, что да, наверное, тебе в жизни такие собаки попадались, у которых одни условные и безусловные рефлексы. А мне в жизни попадались такие собаки, у которых есть интеллект. Да, собаки наивные и прямолинейные, как дети. Но это не говорит о том, что у них нет интеллекта. Или там, что животные дураки, да? Так нельзя сказать. Все очень умные, все хотят жить, и все в этой жизни хотят проявлять себя с наилучшей стороны. Итак, друг мой, давай посмотрим по сторонам. Мы с тобой находимся на Южном Урале, и это природа. Ну, правда, видите, игра света и тени, и дум прячется. Вы даже вот в этой лесной подстилке, если мы отойдем далеко, немецкую овчарку вы, фигушки, не увидите в такой подстилке. Поэтому давайте предлагаю нам пройтись до озера по залитой солнцем лужайке. Думчик, пошли. Дума, пойдем. И еще несколько новостей, конечно, мы расскажем. Думчикам вам, друзья мои. Конечно, первая новость, самая важная такая, ну, на днях, что ли, так скажем. Это новость о том, что я создал свою страницу в Инстаграм. Поэтому, уважаемые подписчики и новые зрители канала. Там про Думчика тоже много. Я также написал, допустим, рыбалка у меня, воспитание собаки, видеоблогер. Потому что это мои занятия в жизни. Поэтому я приглашаю тебя подписаться на Инстаграм, на мой. И почему приглашаю именно на Инстаграм? Да потому что ты сам понимаешь, что Ютуб, понятно, что это мощный такой ресурс, хостинг. И когда я делаю видео, и ты это видео смотришь, ты получаешь много информации. И звуком, да, звуком голоса тебе, докладываю голосом. И визуальную картинку ты видишь. Но снять видео для Ютуба гораздо больше времени проходит. А вот когда у тебя есть Инстаграм, я понял, понял для чего. Это Инстаграм, это еще и фотография и подпись. Ну, понятное дело, что фотографировать и подписать, пусть даже обработать фотографию, это меньше трудозатрат. И, значит, быстрее информация доходит до тебя. Понял, да, к чему я клоню, друг мой? Подписавшись на Инстаграм, ты будешь знать больше нюансов, тонкостей и подробностей про свое любимое увлечение. Ну, то есть мы с тобой, у нас любимое увлечение с тобой. И воспитание собаки, в частности. Вот, об этом ты обо всем будешь знать больше. И эта информация до тебя добежит оперативно. Поэтому подписывайся, приглашаю на мой Инстаграм. Пошли. Это тебе не рубец. Дома тебе рубец. А, проголодался. Сейчас пойдем по коже. Дум, пошли. Дум. Дум, побежали. Вперед. Пошли по полю. Пошли. Мы, конечно, в связи с этой сложной ситуацией, когда нужно было прятаться и беречься, разумеется, не проходили выставки собак. И мы с Думчиком на выставках собак не участвовали юниорами именно из-за этого. Ну, и с хендлерами тоже не занимались, потому что, ну, нельзя было. Нельзя. Нельзя. А сейчас вот можно становится. Поэтому мы выйдем к занятиям с хендлерами. Вот, смотрите, как обернулся. Ой. Ну, я не знаю, что может быть красивее. Да, еще одна немецкая овчарка. Но Думчик-то, да что ты. Тут фу на тебя. Давайте все переплюнем, чтобы не сглазить Думчика. А что, так можно было, что ли? Да, матушка-то мой. Ты ни в чем не виноват. Тебя гладить не надо. Это я. Но для меня, матушка, так-то, он, знаете, для нарушителя, это вообще не матушка. Во-первых, он парень. Во-вторых, это служебная немецкая, ну, служебная порода немецкая овчарка. Так вот, вот он встал так в поле, сзади озеро, цвет неба, цвет озера, зеленая трава, зеленая листва. И стоит вот наш Думчик. Еще юный, ему год и пять месяцев. Ну, красавец молодец. Дышит, веселится. Хозяин его я рядышком. Что еще нужно собаке для счастья? Понятно, что любовь и забота. Причем, это уже совсем другая история. Так что, вот, друг мой, я тебе сказал. Мы с Думчиком пока были лишены вот этой части жизни выставок. Ну, ничего страшного, мы занимаемся сами. Мы очень помногу гуляем. Видите, даже уезжаем за сотни, то и тысячи километров от дома. И находим чудесные уголки природы, чтобы вот так вот, чтобы душа вот так развернулась. И ты по этим полям, по этим лесам, вон убежал, вот так вот скрылся, видишь, и не найдешь ты Думчика. Вот сейчас ищи взглядом, и не найдешь. Понимаешь? Только надо позвать его, и он прибежит. Ну, видишь, да, друг мой? Сейчас мы пойдем еще тебя вместе с Думчиком порадуемся. Ну, ты же тоже хочешь быть на природе, хочешь быть на озере. Думка, пошли туда. На озеро пошли. Дума. Это он мне, ребят, показывает, что он хочет домой. Видите, к машине подбежал, залез в багажник. Будем уже собираться кушать. Ну, а пока еще погуляем. Березовая, не знаю, да и роща это не назвать, да и не роща это. Вон, Думчик, видите, да, бегает? Да, видите, видите, вот он, вот он, вот он, размашисто бежит по песочку. А песочек белый, а солнце желтое, а море, море, говорю. А озеро синее, а небо голубое. Пойдем, пойдем. Это Дум тебе показывает, друг мой, Дум? Дум прибежал на бережок, он говорит, посмотри, как я умею бегать. Посмотри, как мне радостно. Дум, а мы сейчас возьмем палочку и попросим Думчика сбегать, попросим. Видите, палочка? Ой, сколько муха ты-то! Думчик! Вот так! И побежал наш Думчик. Ладно, и так зайдем! Да, молодец! Ой, хорошо! Как это? Ну ты мой солнышко! Да, Думчик молодец! 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 Хорошо! Встал, смотрите! Ну что ж, вот на такой, я считаю, счастливой картинке, когда мы вместе с Думом, Думчик купается, на дворе плюс лето, лето, мы на Южном Урале, лето и плюс 29 градусов выше нуля. Ветра, как ты видишь сам, друг мой, нет ни волны, особого ветра, так освежающий ветерок дует. И хочется только одного, чтобы это мгновение продлилось как можно дольше. Вот с такими вот мыслями философского склада и масштаба, уважаемые мои подписчики, ты новый зритель канала, призываю тебя подписаться на канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного и для того, чтобы дать себе и подарить побольше радости в нашей единственной и неповторимой жизни. С вами был Евгений Замятин и юная немецкая овчарка по кличке Дум. Встретимся у меня на канале и на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова